Где это будет? Они не объявили во сколько это будет, но объявили кто там будет. Там будет Федоров, Кисмантович и Федотов. Что за факен контракт с ЦСКА? И они молчат, ну ладно, ЦСКА, ЦСКА. У него был контракт с Юадельфи на сезон 22-23. Пока он был в армии, Федотов деньги по этому контракту получал. Конфликт интересов имеется, его вообще ждут? Одно слово, просто заметки, которые написал наш коллега Дмитрий Исаевич на Спортс. Одна фраза, он говорит, ЦСКА ведет себя нагло. И Хафе без нас может обойти Чемпионаты мира, проводить Абзенхэлла на Чемпионаты мира, они вообще упадут. Всем привет, привет ребята, передача отдела хоккей. Мы снова с вами, вы нас не ждали, а мы пришли. За это время подписывайтесь на канал, пока я считаю до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И колокольчик поставьте, потому что нам очень важно, чтобы у нас росла аудитория, чтобы вы оставались с нами даже в это жаркое время года. Хотя в Москве наступило резкое похолодание. Да, мне даже кофту выдали. Обратите внимание, рейтинг-букмейкеров, очень красиво. И я бы еще обратил внимание, что вот мне дали, Андрею тоже дали, Виталий получил, Павел как сидел, так и сидит в своей майке. А все потому, что он ведущий эту программу. Представлять, то есть уже не надо никого, вы поняли, кто здесь кто. И у нас главная тема, главная тема, которая будоражит нас в эти дни, и мы готовимся к ней, обязательно придем в костюмах с галстуками. 17 числа пресс-конференция ЦСКА, причем они не объявили, где это будет. Они не объявили, во сколько это будет, но объявили, кто там будет. Там будет Федоров, Кисмантович и Федотов. Первые слова Федота распечатают его уста, наконец-то он что-то нам скажет. Вопросов к нему миллион, никому не дает интервью, сидит то в Дубае, то в Мальдивах, как будто скрывается от кого-то. Но 17-го обещал выйти на публику. История Федотова, как он ее видит, доложит нам Виталий Славян. Я? Артем Батров. Ты, кстати, хорошо написал в телеграм-канале, все разложил по полочкам. История Федотова в двух словах. Слушай, ну для меня просто непонятна реакция Национальной хоккейной лиги, но там вот Дейли сказал. Давай сначала, подожди, потому что не все знают эту историю. Смотрите, я вам объясню. Мы в каждой программе это обсуждаем. Нет, давайте начнем, смотри. А, ты про то, что Федотов подписал. Летом прошлого года Иван Федотов, успешный луч вратарь КХЛ, помог выиграть серебро Олимпиады, без него бы его не было, этого серебра. Помог ЦСКА выиграть Куба Гагарина. Я, как считаю, он вообще отдал все, если был кому-то еще что-то должен в нашем хоккее. Он и сборной супер помог, и ЦСКА помог, и лучшим вратарем стал вообще страны. Он мог ехать в Филадельфию, потому что ему было уже 25 лет, 24, возраст нормальный. И он был на пике формы. Он подписывает контракт с Филадельфией, что было логично. Она выбирала его на драфте. После этого он внезапно попадает в армию, прям с улицы его забирают. Мы думали, его через месяц-другой отпустят, сборы пройдет. Нет, он строго год там был. В июле он демобилизовался и подписал контракт, успел подписать контракт с ЦСКА двухлетний. Не знаю, как он, может быть, даже в армию подписывал, но он последние месяцы тренировался в Питере и даже участвовал в чемпионате вооруженных сил, играл за сборную ВМФ. Я был на том турнире, даже видел его финал. В 0-6 они проиграли Чебуркулю. После этого, когда он подписал двухлетний контракт с ЦСКА, КХЛ отказался его регистрировать. 1 июля подали документы, КХЛ отказался регистрировать. Потом что-то случилось, и 8 июля, спустя неделю, КХЛ этот документ зарегистрировал на основании того, что типа нет документа, который... Потому что Филадельфия пролонгировала тот контракт на один год. Они говорят, а где, собственно, сам контракт, а где согласие Федотова. Где согласие Федотова, вот тут вот, да, для меня вот этот важный момент. И вот, и КХЛ это пролонгировала, но Федерация сказала, э-э-э, стоп-стоп-стоп. Билдели сказала, это нарушение наших контрактных обязательств Филадельфии. потому что все российские журналисты ему пишут спокойно, он всем отвечает. Люк Тардив, как всегда, где-то спал, проснулся, он говорит, вообще ничего не знаю, нам никто про Федотова ничего не говорил, потому что трансферную карту надо как-то куда-то передать. И такая ситуация, с одной стороны ЦСКА Федотова продвигает, Федотов подписал контракт с ЦСКА, Филадельфия, Билл Делли и Федерация хоккея в недоумении. Так а что они недоумевают-то? Во-первых, нет договора же на бумаге, он же на добром условии. Меморандум, да, о взаимоуважении и контракт. Ну, вообще, конечно, уважать их я считаю, что все-таки надо, но тут, мне кажется, просто особо... Все-таки надо, будем. Нет, нет, ну вообще надо, потому что иначе могут возникнуть больше... Ты или пират, или соблюдаешь закон, даже негласный, потому что НХЛ никого не воруют у нас. Они могут взять завтра... Смотри. Они могли взять капризу еще за три года до отъезда. После этой ситуации НХЛ спокойно Морозова в Спартака дают в аренду. Да. Ну все. Они там что, типа расстроены? Кто там вообще расстроен-то, я не понимаю. Там, я просто реально не понимаю, кто там расстроен. ФХР? Филадельфия? Нет, там. Я имею в виду за океаном. Филадельфия ничего не говорит. Я имею в виду за океаном. Потому что, да, Филадельфия молчит. Молчит. Ну просто нам не хватает вводных, нам не хватает инфы. Вот и все. Кстати, по поводу Филадельфии, важный момент. Я просто наткнулся сегодня, или там вот на днях. В Филадельфии было там интервью какое-то тоже в зуме или что-то такое. И там из пресс-службы, ну вот видимо там кто-то модерировал. А, я тоже видел. Да, ну то есть она там, девушка, женщина, она ее не видна, но там проскочила просто из-за того, что она не выключила микрофон. Типа, а там что-то там факин, что-то такое там проскочило. И такой был посыл, типа, да сколько можно уже эти факин questions... Гребаные вопросы. Да. Это проскочило вот куда-то там в зум или где у них было, это вылезло там в ютюбе, это все начали обсуждать. И Филадельфия тут же выпускает такой пресс-релиз, типа, мы там разберемся, приносим извинения. Это было неподобающе. Тут вот такая история довольно вроде бы тоже резонансная. И Филадельфия ничего не выпускает. То есть они не говорят, типа, да вы там, что за факин контракт с ЦСКА. И они, ну так молчат, ну ладно, ЦСКА, ЦСКА, хорошо. Там была история, я уточню вот эту историю с зума Филадельфии. То есть там был игрок форвард Филадельфии на зуме, и журналист какой-то, журналистка задавала вопрос этому игроку в одной интерпретации, в другой. И был включен микрофон, вылетела фраза СММщика, который работает на Филадельфию. Он сказал, сколько она может задать этот гребеный вопрос. Ну как, собственно... Когда один и тот же вопрос, который задается постоянно. И Филадельфия извинилась потому, что работник Филадельфии оскорбил журналист. Вот с этим это было связано. Так Филадельфия по Федотову... Федотов работник Филадельфии? Вот это я просто не понимаю. Я задаю вопрос, несколько раз его взял в телеграм-канале, и от него в моих глазах зависит все по контракту Федотова с Филадельфии. Никто пока не отвечает, и никто даже не пытается это комментировать. Простой вопрос. У него был контракт с Филадельфией на сезон 22-23. Пока он был в армии, Федотов деньги по этому контракту получал. Если он получал, потому что у него контракт был новичка. В основе ты играешь 925 тысяч, если ты АХЛ, ну в нижней системе, то ты получаешь 70 тысяч долларов. Они 70 тысяч долларов ему платили, если они ему не платили эти деньги, значит контракт должен был бы быть заморожен на старте. Я не слышал, что Филадельфия его заморажила. Если Филадельфия платила Федоту, мы понимаем, в какую-то ситуацию попал, вот тебе эти деньги, мы контракт не замораживаем, но мы продлеваем его на год, чтобы сохранить на тебя права и все-таки тебя дождаться. Вот эта история для меня полностью подтверждает, что Филадельфия могла его на год продлить. Если он деньги не получал, если просто контракт там был на нуле, он был там просто ни в какой ситуации, то, конечно, тогда они не имеют права продлевать без его согласия. Но мы знаем, что в АХЛ много случаев было, когда контракт делается слайд. То есть ты подписываешь контракт новичка на 3 года, и он 5 лет, ты его отрабатываешь 5 лет делать слайды. Костин 5 лет играл, 3-х летний контракт новичка, воинов, по-моему. Это есть свои правила. Регламент огромный, коллективное соглашение от АХЛ, которые в СССР даже не пытались читать. Я еще там пару-тройку месяцев назад у Исмантовича спрашивал, он говорит, мы рассчитываем на Федотова. Я говорю, а если Филадельфия его продлит? Он говорит, нас это не волнует, нас свои законы. И вот эта тема, когда ты говоришь, нас это не волнует, нас свои законы, а у них реальные свои законы, возникает вот этот конфликт. Ну, может быть, надо задать этот вопрос Биллу Дейлер, раз он отвечает. Он говорит, конфликт интересов. Ну, то есть, нет, Филадельфия. По поводу денег, да? Да. Ну, по поводу денег надо задать вопрос Филадельфии или самому Федоту. И 17-го числа обязательно у Федотова спросите, получал ли он деньги по этому контракту. А как он, даже технически, как он мог их получать в России? Ну, то есть, ну, куда? Ну, как, думаю, платит все. Ну, технически куда? На карту? На карту. На российскую карту? Райфайзен, банк, доллар, доллары получают. Ты сейчас рекламируешь банк, что ли? Любой банк, любой банк. У нас есть несколько банков, которые доллары принимают. В чем проблема? Ну, я что-то сомневаюсь, что просто так сейчас Филадельфия может перевести какую-то сумму россиянину на российскую карту. Может, может. Не, ну, как? Короче, ты это все ведешь к тому, что если Федотов получал деньги, тогда, значит... Ну, это логично. Они заплатили ему определенные деньги за 22-23, он не отработал, отрабатывал, контракт переносим, отрабатывал. Да, я скажу. В чем проблема? Никакие деньги, естественно, получать не мог. Не мог. Потом, разве ты не в курсе, что там НХЛ сразу сказал, что Филадельфия этот контракт переносит на следующий год? Это было давно сказано. Да? Это было сказано в районе июня, 1 июня. Да, сейчас, если Дейли выступил, что он конфликтный интерес, значит, НХЛ признает этот контракт в Филадельфии. Это как бы тут... Чему-то обсуждаем. Не-не, подожди. Я объясню еще раз этот момент. Если они переносят на год, вот как было с Костем, с Войновым, человек находился в системе. И поэтому они переносят на год. Ну, здесь исключительный случай. Здесь, видишь, написано, постпон – это сезон. То есть, отложили сезон. Федот виртуально находился в системе, они должны были ему платить за это. Да он не находился, как он находился. Он виртуально находился в системе. Нет, просто отложили сезон, и все. Не знаю, тут, мне кажется, вообще обсуждать нечего. Ну, так вы идите, выйдите и в пресс-релиз сделайте, не извиняйтесь за СММ-чиков своих, объясните всем, вот мы там таким-то образом, по такому-то пункту контракта, он все еще наш, или нет, или нет. А они сидят и молчат. И просто Дэйли говорит, нет, у него контракт, и все. И никаких доказательств этого нет. Нет, смотри, мне кажется, они одно заявление сделали, такое негласное. 8 июля они же подписали этого Колосова, вратаря Динам-Минск, на три сезона. Как только КХ зарегистрировал контракт, моментально они... Колосов не едет, а остается в Минске в аренде. Нет, это факт, что они какую-то страховку уже делают. То есть, они уже думают, что, скорее всего, Федотова у них не будет. Потом ты, по-моему, ничего не сказал про реакцию ФХР. Я сказал, что ФХР против. Ну, раскрою, потому что здесь сейчас ЦСКА откажется давать Федотова, а Айнхел будет на этом настаивать, то они войдут явно в противоречие с ЭХФ. Нет, но пока-то Дэйли сказал, конфликт интересов. Да, от Филадельфии зависит, потому что, правильно говорить, что сейчас Морозова отдали в аренду, Фирстова отдали в аренду, то есть, какие-то у нас отношения с ЭХФ поддерживаются, они к нам нормально относятся. Да, все зависит от позиции Филадельфии. Но почему ФХР-то выступил? Потому что и ХФ, ну, здесь уже прецедентов-то куча была. Если нужен будет игрок, ЭХФ обяжет его играть там. Если он не поверет, я тебе объясню, дисквалифицируют ЦСКА, игрока и сборник. Ты, пожалуйста, дисквалифицируйте, а сейчас мы не дисквалифицированы. Нет, нет. Закончи. Это все, ты правильно говоришь. Но мы же, смотри, не вышли из-за ЭХФ, мы третий год задавали вопрос. Если бы мы вышли, поставили бы ЭХФ, мы бы играли бы в мае. Мы же не играем в мае. То есть, подчиняемся, что мы должны, условно, казахстанцев отдать на чемпионаты, еще кого-то отдать. То есть, мы не рвем отношения с ЭХФ. Поэтому ФХР и выступил с заявлением. Она не будет ссориться. Никто не будет ссориться, потому что мы надеемся вернуться туда. Потому что ЭХФ без чемпионата мира, без игроков НХЛ, понятно, никому не нужен. Поэтому ЭХФ под НХЛ всегда ляжет. Если ЭХФ скажет, если Филадорфия обратится к НХЛ, а ЭХФ скажет, нам нужен Федотов, то ЭХФ сделает все. Ты помнишь, когда была история с Яшином, когда он касался подписываться контракт с Оттавой, вернулся в ЦСКА, и всех наказали. И ЦСКА наказали, и Яшин, и потом Яшин еще год отрабатывал по контракту в Оттаве. Немножко другая тема. Нет, это та тема. Просто если мы находимся с темой ЭХФ, то мы вынуждены будем ей подчиниться. А ЭХФ будет вынужден подчиниться НХЛ. На которой находился, находится третьяк между двух огней, потому что он, с одной стороны, входит в наблюдательный совет ЦСКА, с другой стороны, он руководит Федерация, отвечает за весь наш хоккей. Он поступил, я считаю, в эту ситуацию мудро и правильно, потому что надо всячески избегать конфликтов. Мне понравилось одно слово, просто заметки, которые написал наш коллега Дмитрий Исаевич на спорте. Одна фраза. Он говорит, ЦСКА ведет себя нагло. Вот эта фраза. Почему? Потому что вот эта история с Федотовым не первая, не последняя. У человека есть контракт в НХЛ. Из этого контракта в НХЛ надо просто выйти. Ты из него выходишь, после этого ты его объявляешь о подписании в КХЛ. Это настолько техническая, простая вещь, как я просто не знаю, зачем это надо было обострять, просто на ровном месте. Но мы этого и обсуждали в предыдущих передачах, что нужно просто, чтобы Федотов, его агент, они с Филадельфии, типа мы друг другу не нужны сейчас. Все, ребят, до свидания. Например, смотри, Михаил Бердин имел год контракта с Виннипегом, 22-23, не хотел там играть, потому что у него второй год контракт, у него там карьера не шла, его активно звали в Сочи, потому что там работает у него родственник, да, там Зюзин. И он говорит, я хочу уехать. Виннипег не мог найти возможность, чтобы его как-то отпустить. У нас есть там свои программы, обязательства. Агент Дэн Мильштейн, что он сделал? Он нашел какую-то лазейку в этом деле, сказал, что можно там программа, какой-то страшный, там реабилитация от наркотиков, алкоголизма. То есть он говорит, вот, отпустите по этой программе, у человека там проблемы с головой. Они такие, ну если так, то мы не имеем права задерживать, мы не можем ничего сделать. То есть он уезжает, там страшно, там везде в соцсетях летает, что там Бердин, там конченый все, наркоман. И на следующий день Мильштейн делает заявление, на самом деле мы это сделали для того, чтобы просто порвать контракт. Все, Бердин красавчик, играет сезон, доигрывает в России, подписывает плюс два года контракта в Сочи. Человек через агента вышел из контракта. Агент Федотова Джей Пи Берри, да, у него, наверное, другие интересы. Он строго американский агент, у него нет никаких завязок с Россией, я ему писал там. Он просто игнорирует российскую прессу, у него свои интересы. То он, наверное, не хочет отношения с Сон Хэлл, конечно. Он один из самых богатых, он там ходит в Форбс, как там топ-10 агентов, он очень крутой. Да, ему реномену. Тогда ты просто уходи от Джей Пи Берри, там возьми другого агента, Ришау, который тебя выведет за контракт. Мне кажется, эта проблема вообще, ну, сам факт, что вот это все с Федотовым случилось, это как раз вот продолжение. Ну, то есть, был бы человек, ну, как бы себе представлял в голове, как можно вообще там решать там все вопросы, да, и не было бы никакого вот этого захвата там с тренировки, из интервью, во время там его интервью, когда его схватили и увезли в армию. То есть, решите вопросы, и у тебя не будет негода. И сейчас, то есть, он не мог решить это там, и теперь он не может это и сейчас решить. Что происходит сейчас? Сейчас, получается, что из-за этой истории на ровном месте он себе подорвал так репутацию в НХЛ. Конечно, они об этом не кричат, не трубят, но любой серьезный менеджер, серьезный агент понимает, что с этим человеком связаться нельзя. Особенно, я не знаю, так это или нет, если он получал деньги по тому контракту. Как ты их взял и получать, кинул их? Они могут поэтому обижаться, да? При действующем контракте ты подписал другой контракт. Это вообще невероятно. Как ты можешь при действующем контракте подписать другой контракт? Да, это вообще какой-то нонсенс, если так разобраться. Да, и... Подожди, вот может он тогда нюансов всех не знает? Ну как он? Ну смотри. Ну видимо, нет. Что он ничего не знает? Смотри, может им здесь просто, например, сказали, что, слушай, ты вот там у тебя был подписан контракт, там не отыграл, мы сейчас типа договоримся, но ЦСКА вот уже вот заявление дал, и как бы вот это закрутилось. Если бы ЦСКА ничего не говорил... Куда они, зачем они ведут себя, как слон в посудной лавке? Ясмантович, кстати, я помню, на одном из совете там руководителей клубов, или директоров в совете, совет директоров был, он давал там до, по-моему, пару лет назад, где-то до всей этой истории, просил Морозова, чтобы наши клубы начали играть с клубами НХЛ. Он говорит, давай-то начнем переговоры. Именно Исмантович просил. Вот, и Морозов начал какие-то там переговоры, потом там в феврале 22-го все изменилось, но Исмантович хотел, чтобы ЦСКА играла с клубами НХЛ. Мы все хотим, чтобы НХЛ там приняла, вернула сборную России на Кубок мира. Как вообще после таких историй можно о чем-то говорить таком, что нас куда-то вернут в этот мир, где есть взаимодействие с НХЛ, если мы ведем себя как вот просто какие-то пираты? Зачем? Это можно было все просто решить. Ну, мне кажется, после заявления ФХР у них нет другого выхода. ФХР нет другого выхода, они будут до конца стоять, что заставят они ЦСКА, чтобы они отпустили его в Филадельфию, если Филадельфия будет его. Надо не Филадельфию отпускать, а надо договариваться с Филадельфией, чтобы расторгнуть этот контракт. Договариваться. Ну, как-то решать, как-то решать. Сейчас, конечно, Филадельфия находится... ЦСКА уперся. Ты же сам говоришь, что ЦСКА уперся. А зачем они уперлись? Зачем? Ну, вот это вопрос. Это вопрос. На пресс-конференции надо будет задать. Им нужен вратарь, вот они уперлись. Может быть... Нет, но зачем вести себя с позиции силы, когда это просто обычными переговорами ты получаешь вратаря. Может быть, кстати, они обиделись на то, что Артем Дуда там уехал в этот. То есть, они посчитали, что у нас игрока взяли, а мы в нас. Да-да-да. Кстати, ты даже нашла в этом уехала. Ты же сам говоришь, что про Федотова в ЦСКА говорили еще по ходу того сезона, что он возвращается к нам. То, что Дуда уехал, мне кажется, это никак не связано. Не в ту. Дуда – это не туда. Он уехал в университет, он, опять же, ничего не нарушает. Не было прецедентов, понимаете. Прецедент создаем мы зачем-то. Это плохо. Потому что в следующий раз, когда у ЦСКА заберут завтра Плохора, Полтапова в Баффу, у нас, в российской прессе, не найдется аргументов, чтобы защищать ЦСКА. Статус Федотова непонятен, и все молчат. Вот в этом проблема. Ну, ЦСКА. Знаешь, просто… Ну, НХЛ же не молчит. НХЛ про статус Федотова все объявил. Да, они все четко сказали. Они же объявили в заявлении. Ну, а КХЛ говорит, нам ничего не прислали. КХЛ говорит, а где контракт на 20-30 с подписью Федота? Он говорит, ничего не присылают. Но вот тишина. У этих свои правила. У этих свои правила. Договориться. Не знаю, так и что. Ну, вот Дейли сказал, и все. Они дальше молчат? Что они? Просто ждут? Слово Дейли – это же не документы, что ли? Нет. На самом деле, они ждут простые вещи. Когда Федотов придет первый официальный матч за ЦСКА. Официальный. И? И все. Президент создан. Соза президент. Ну, тогда они пройдутся в ХФ, и ХФ будет разбираться конкретно. И ФХР. Придется не сладко. Только всего. Понимаешь? Ну, это, конечно, все. Это ведет тонкий. И сейчас, как бы, он вообще нас не волнующий. Но, вот, если в контексте, конечно, возвращения вот этого всего... Да, если мы не собираемся возвращаться, то, конечно, можно плюнуть. Конечно, мы все мечтаем о том, чтобы мы вернулись в чемпионат мира. Конечно. Очень тонкая ситуация. В этом тонкость, да. Просто я скажу то, что я сказал в самом начале. Просто не хватает инфы. Вот и все. Да. Мне даже от НХЛ не хватает инфы. То, что это заявление да или оно... А какая тебе еще нужна инфа-то? Где документы? Они ждут, правильно. Они ждут, куда он приедет. Пока же никто тренировочный лагерь не объявлял. Он сидит в Мальдивах. На Мальдивах. Да, он сидит, он отдыхает, он имеет полное право. Вот если не явится там этот тренировочный лагерь Филадельфия, а если она его пригласит или какие-то там... А я вообще говорю, что они говорят, Иван, мы тебя ждем. Ну, в этом списке там Филадельфии есть и... Они говорят, мы тебя ждем. Дели, ты сказал, что конфликт интересов имеется? Конфликт интересов имеется. А его вообще ждут? Это на самом деле крайне неудачный клуб для того, чтобы вступать в конфликт, потому что если они как-то уболтают Мечкова, и он уедет не через три года... Представьте себе, начинается сезон СКА. Это легко, кстати. Представьте, он не попадает в топ-6, даже в топ-9 не попадает. А, да, он спокойно. Ну, что делать? Что делать парню 18-летнему, который там был счастлив после драфта, бегал в свитере Филадельфии, он не играет в КХЛ, он не попал в основу. Он сидит там, как лимитчик, получает там по пять минут за матч. Или вообще даже играет в вышки. Год. И что? Он уедет. Я помню, была такая история, помнишь, про правильный... Как? Ну, как? Как? Через Дубай. Через Дубай. Была история с Жердем, помните, когда он... Он говорит, мне Виктор Тихонов не дает играть, я поехал в Коламбус и уехал. Да, ЦСКА судился с ним и проиграл с НХЛ. Они доказали, что типа он в армии, а они сказали, никакой армии нет, ЦСКА отношения к армии не имеет. Ну, конечно, я тогда... Я тогда просто хочу дождаться, хотя бы что ЦСКА скажет на пресс-конференции. И ЦСКА создает ситуацию, от которой будет страдать... Ну, вот сейчас у Минского Динамо там через год там заберут Колусу. Ну, понятно, он уезжал, но как бы это проблема для Минска, да? Наш вратарь уже на контракте с другим клубом. Проблема для... Он уже в аренде. Он уже в аренде. В аренде, да. Значит, его могут забрать в любой момент из аренды. Ну, так Динамо об этом в курсе. Подожди, стоять. Ну, наверное, так-то не могут забрать просто. Если это аренда, то это какой-то четкий договор. Если мы уже типа соблюдение договора, то вот ты от начала сезона до конца сезона играешь за Минское Динамо. Сезон заканчивается, ты свободен. Сезон создает проблемы, от которых в первую очередь будет страдать условный СКА. Ну, потому что у СКА действительно можно кого забирать. Мичко там, Никишина. Ну, больше всех можно забрать у СКА, да. Да, но их разобрать просто можно по полной. Да, Никишин, конечно, он готов к НХЛ полностью. Никишин парень порядочный, он не будет там уезжать со скандалом, но бывают молодые, которым просто вот так объясняют, говорят, все, или у тебя карьеры не будет в НХЛ, посмотри, ты сидишь в вывышке. Вот да, Никишин играет. Ты правильно сказал, что он порядочный парень, и ну, серьезно, вот в том посте в Телеграме я вот написал, ну, СКА не уедешь. Понимаешь, в чем дело? Почему не уедешь? Ну, когда ты в статусе Никишина, ты не уедешь просто оттуда. Ну, это в статусе Никишина. А вот дальше мы берем, например, да, вот уже тех игроков, которых там, например, не ставят, которых убирают, которых, я не знаю, отправляют в аренду и так далее. Представь себе, как должен развиваться, а он должен развиваться, Иван Демидов, будущий там звезда драфта 24. Тоже вокруг него будем бегать, вокруг Мечкова. И надо Демидова ставить. Мечкова не поставят. Ревность и все это. Ну, представь, как должны развивать Мечкова, он должен играть в топ-6. Для этого он должен быть там одним из лучших в тренировочном лагере. Ну, это сейчас опять к вопросу о том, как развивать там Бучельникова, как развивать там всю остальную толпу людей, которых СКА собрал. Вы понимаете, отдать Мечкову в ангард условный, да? Условный. И можно в Салаватую Лайф отдать его в какой-нибудь топ-клуб. Не в Сочи, который завершает сезон в конце февраля, а в сильный клуб. И он вырастет очень хорошего игрока, как Капризов. Вырос в Салаватую Лайф. Вот тебе ответ, как развивать. Все. Ты на него ответил. Ну, СКА зачем отдавать? Топ юниор. С какого перепугу? Ну, чтобы развивать? Не для себя же. Ну, почему не для себя? Потому что он потом уедет? Да. Ну, а как еще? Ты отдаешь? Может быть, он тебя обыгрывать потом будет в плей-оффе. Ну, то есть, такая очень... Это не то. Я имел в виду, что у тебя некуда его... Тебе некуда отправить своего юниора. Ну, нет у тебя места. У тебя 20 человек и два варталя. Нет у тебя места. Ты его не развиваешь, да. Ты его отправляешь в другую команду. Ты его развиваешь? Развиваешь? Ну, не для себя. Изначально-то для себя? Ну, он тебе нужен. То есть, ты усиливаешь другую команду. По идее, конечно, напрашиваешь, чтобы... Ну, подожди. Ну, а еще какой-то выход есть здесь? Или что? Не... Собака на сене это называется. Ну, собака на сене. Он наш. Он пока не получается. Пока не удержит конкуренцию. Ну, вот это... На самом деле, да. Я так просто подумал, что, конечно, это будет очень плохо. Потому что, ну, реально, вот люди, которым не дают играть. Которым просто, например, не знаю. Даже не то, что не дают играть. Ну, вот ему просто что-то не понравилось. Он взял и уехал. Просто другое дело, что потом ему так, скорее всего, придется возвращаться. Кому? Ну... Условному. Условному Мечкову, который уехал. Ну, да. Ну, уехал юниор, да. Вот ему тут не нравится. Уехал он туда. У него там не пошло. Он там бьется, старается, не идет. Скорее всего придется возвращаться. Я считаю, что он будет топ игроком НХЛ. Я не про Мечкова. Ну, ладно, не Мечкова. Я про условную игрока, который, например, взял и убежал отсюда туда. Из-за прецедента с Федотовым. Опять же, теоретизируем. Ну, давайте вспоминать. Вот он туда приехал. Подожди, он туда приехал. Малкин убежал. Малкин убежал. И что? Паш, ты меня не слушаешь, нет? Я тебе говорю, что он убежал туда, и там он не стал игроком НХЛ. Ну, вернет сюда спокойно. А что, правда? Ты уже думаешь, что спокойно он так вернет? А почему нет? А почему нет? Не знаю, но тут, возможно, будут обиды какие-то. Так или иначе, нужно будет менять команду. Наверняка нужно будет менять команду, да, и так далее. А что, проблема сейчас? Если ты не знаешь, история была, Мазякин даже на заре своей карьеры сбегал. Да. Убег с Кулигу при 10-шем контракте. И чтобы его не вычислили, он играл там в свитере с другой фамилией, как-то его регистрирули по другой фамилии. И пока там это продолжалось какое-то время, потом это все быстро закрыли и его вернули назад. Так что таких случаев, когда молодые уезжают, не дают играть, я хочу играть, моя мечта там, и уезжает, и все. И у нас прощают всегда. Когда было такое, чтобы мы отвергли, вот как эти шведы отвергаются игроков, пожизненно мы не берем игроков, которые завестились в КХЛ после там зимы 22-го года. Когда? Вот они могут и не брать, но у нас же такого нет. Кто у нас наказан за то, что он сделал что-то не то? Ну вот только Исмантович принципиально, там Радулова не возьму никогда, он там что-то обидел меня какое-то время. Это есть. Низкий уровень заряда в Италии. Молчишу передачу. Да. Скажи что-нибудь. Правильно говоришь, что не было случаев. Не было? Да, потому что нет. Мог быть случай, когда была одна команда ЦСКА условно, которая правила всем чемпионатам, а сейчас каждая команда самостоятельная. Подумаешь, не в ЦСКА, а в другую команду Акбар спает. Кому пригодится, тот же Амур с удовольствием возьмет, тем более деньги появились. Так что никаких проблем тут нет с возвращением-то. Так подожди, тогда мы проблемы не видим. Проблема на самом деле. Проблема в том, что ЦСКА что-то сделал, а с другой стороны видишь, есть о чем поговорить. Как в прошлом году, так и в этом. Это очень интересно выглядит. Вот посмотрите. Для игрока проблемы нет. Он хочет играть. Мы, кстати, говорили, я говорил даже о том, что правильно, что Федотов будет играть с ЦСКА. Просто не надо было создавать эту ситуацию, надо было решить ее более технично. То, что он играет с ЦСКА два года, это правильно. Потому что тренер Сергей Наумов. Подожди, кстати. Он его вернет на топ, на пик формы. Я просто сейчас подожди. Мы работали в ту сторону, что у Федотова контракт с НХЛ, и ХФ может запретить Федотову играть здесь или дисквалифицировать там сборную России или не пускать ее под. Правильно? Нет. Сборная Россия это не наша. А что, в обратную сторону не работает, если игрок с действующим контрактом, он у нас побежит туда? Работает. Я понимаю, что ХФ прогнется под НХЛ, но типа как бы… Не, не, не. Давайте дисквалифицировать клуб НХЛ все время дисквалифицировать. Если мы прецеденты создадим. Нет. Игрока. Просто Башев сказал, что для игрока проблем он не видит. Ну, не скучно. Ну, не будет. Он Кузнецов не играет. Подожди, подожди. То есть, ты правильный вопрос поднимаешь. И ХФ вроде бы является таким регламентирующим органом. Но как, например, решалась тема с Малкиным? Он когда убежал в Питтсбург. Сначала был суд американский. Суд постановил. Он играть может. Потому, что там Величкиного там наручниками батарея приковал в тренировочке. Давил на психику молодого парня. Подавление. Недействительный суд был. Юридическое заключение. Ушло в ИХФ. Те сказали, играй. В этом смысле. Тоже пожертвовал. Где юридическое заключение по Федоту? Где суд наш? Где суд российский наш? Как называется? Да здравствует наш суд. Тот же суд был и по Буре. Все было. Юридически-то это было обосновано. Каждое решение. Да. А у нас-то какое юридическое решение, кроме того, что мы хотим. Пусть Филадельфия и НХЛ идут в суд тогда, если сейчас он начнет играть. Будем ждать, чему приведет судебный разбирательство. А самое главное, как показывает практика, и ХФ без нас может обойти чемпионаты мира, а без НХЛ она и чемпионаты мира они вообще упадут. Парадокс. Никому не будут нужны. Парадокс. В чем? Смотрите. Я провел голосование в Телеграме и меня удивило. Даже не удивило. Я понимал, что так и есть. Больше 60% людей в восторге, если наши игроки будут убегать с действующими контрактами туда. То есть, все такие говорят. Мы хотим, чтобы Никишин завтра играл за Каролину. Мы готовы. Мы эту идею поддержим. Плевать на все эти контракты. Мы хотим, чтобы Мечко завтра уехал в Филадельфию и Полтапов в Баффало. То есть, народ, общественное мнение, болельщики, они от этого не расстроятся. Никто не будет чувствовать себя обиженным. А когда их уволят, они попросят 3 зарплаты? Кого? 60%. А почему-то должно увольнять-то? Ну, просто вот тебя увольняют. Должны выплатить. Обязаны по закону. Ну, вот они будут это просить. Общественное мнение, болельщики, за то, то есть, они не расстроятся. Игроки сами, которые уедут, не расстроятся. То есть, пострадают только сами клубы, которые теряют боевые единицы, особенно во время плывов. И теряют людей, с которыми были долгосрочные контракты, и они уезжают прямо сейчас. Вот клубы сами пострадают. И сами же клубы создают эту ситуацию. Вот этого понять не могу. Зачем? Все это было в 90-х, когда действительно ничего не было. Там ЦСКА просто ограбили все, раздербанили. Просто за сезон от ЦСКА осталось, что Харламов, 17-летний, играл в первом звене. Александр Харламов. Ничего не осталось. И Самсонов. Ничего не осталось. Самсонов стал самым игроком в 16-17 лет. То есть, чего этого хотят? Акбарс этого хочет, наверное, чтобы у него все это молодежь там... А что ЦСКА-то? КХЛ контракт зарегистрировал, а не ЦСКА. То есть, КХЛ... Запретите ЦСКА тогда. А чего мы на ЦСКА-то неезжаем? Да, согласен. КХЛ тоже здесь. ЦСКА подписал, несет в КХЛ. Лига посмотрела, подумала, ну ладно, хорошо, нормально. Все правильно ты говоришь. Значит, Лига готова к тому, что сейчас игроки побегут. Зачем Лига это сделала? Я не понял, зачем это Лига сделала. Вот они 1 июля, они не готовы были. 8-го они готовы. То есть, чисто из-за того, что НХЛ ничего не прислала им к контрактам? Чисто из-за этого? В ответ тишина. Ну, вот 17-го числа и все. Они пишут, в ответ тишина. Все услышим, я думаю, ответ. Поэтому мы ждем, да, эту пресс-конференцию. Нам интересно, что там на ней будет. И интересно... И в любом случае, интересна будет реакция НХЛ. Наверное. Хотя они могут замолчать, а то у них... Да нет, это будет обсуждаться, по крайней мере, в Северной Америке. Я вижу, там периодически обсуждаются российские новости. И сейчас на ответ, что контракт Федотова обсуждается. Я к тому, что пока действий не будет конкретного от Федотова. Когда он приедет в расположение ЦСКА, да, там правит медосмотр, тогда уже будет повод. А сейчас, черт-то знает. НХЛ, наверное, еще не представляет, кто такой вообще Федотов. Для них он такой... Не является... Вот если бы это происходило, например, с Капризовым, да, там, которые ждут, они как бы у него молились. Ну да. Я помню, в Миннесоте же часто увольняли генменеджеров, и они приезжали там, просто лица менялись. Я помню, как они приходили на матчи, смотрели, как Капризов играет. И вот если бы с Капризовым такое произошло... Произошло такое с Радуловым, да, тоже. Просто человек такой большой, известный для них. И его хотели. Я помню, как он был, когда на пике, и все его хотели там получить. Он играл там с Форсбергом в Нэшвилле. То есть он был крутой. Вот. А Федоту для них непонятен. Они не знали, что от него ждать. Тем более после года простоя, да. Но это не повод, чтобы позволять такие прецеденты делать. Вот представьте себе, это то же самое было бы в отношении к ЭХЛ. И Смонтович вообще такой простой фразу говорит, да мне плевать, что там Дейли говорит, мне неинтересно, не хочу услышать. А если наоборот скажет Дейли, мне неинтересно, что там говорит, и Смонтович, а забираю Полтапову и все. Что за аргументация такая? Ну это неправильно. Не понимаю, зачем это было делать. И Каменева заодно забираем. Зачем нам это нужно? Я этого понять не могу. Просто ведь можно было совсем обойтись. Давайте завершим передачу тем, что сделаем такой прогноз. 1 сентября у нас будет матч, Цискай Акбарс. Что будет с Федотом к 1 сентября? Я думаю, что он будет игроком Циска. То есть он сыграет с Акбарсом даже? Не факт, что сыграет. Я думаю, что он будет на лавке себе. Я бы поставил, что он будет на лавке себе. Шириченко будет, да? Шириченко Воротов, я на скамейке, наверное, так. Я тоже так думаю. Ты тоже так думаешь, да? Да ты как думаешь? Мы какие-то допущения можем делать? Можем. Конечно, говори. Твой прогноз. Мой прогноз, если ИХФ упрется, то он не будет его. ЦСКА. Потому что ФХР не допустит этого. Вот мой прогноз. Мы приходим, может быть, к очередной какой-то такой... ФХР 100% допустит. Потому что это будет... В войне, не войне, как у нас было два штаба условно. Две башни. Две башни ФХР. Вот у нас сейчас что-то такое. Главное, что еще поддержат другие клубы ФХР. Правильно мы говорим. Это разрушить всю систему. Акбарсову-то нужен, или кому Ярославлю, у которого куча юнеров, чтобы игроки просто так уезжали? Никому это не надо. Все поддержат ФХР в этой ситуации. Симышев, понятно, что ушел Марченко, но Симышев не будет иметь много игрового времени. У него же репутация такого защитника универсальная. У него ноль очков в 18 матчах. Все скажут, что статистика себе подрывает. Аризона говорит, приезжай к нам. Возьмет и уедет. Ну, и что? И что? Он разрешит ему играть. Что дальше? Что вы сделаете с этим? Будут потом поедать. Ну, ты спросил прогноз, я тебе ответил. Получится. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Получится, что у нас отношения, они держатся, даже вот эта поговорка, держаться на честном слове. Они сейчас держатся с Сен-Хелл на честном слове. Да, на честном слове. А мы опустимся на тот уровень, когда отношения с Сен-Хелл будут держаться на порядочности игроков российских. Которые там типа, ну вот у нас контракт, мы все-таки не хотим нарушать, портить. Потому что, когда в начале 90-х… Да, плевать всем было на сборы, на все наплевать было. В конце 80-х Фетисов, он же говорил, мне важно было уехать правильно. Я бы мог уже сбежать, меня звали. Он уехал правильно. Хотя у него там был период ЦСКА, когда там мариновали, не давали играть. Ну, он сам сказал, я не буду играть в команде Тихонова. Он сидел там офицером, звонки принимал в штабе. Не-не-не, он с какой-то карандашной фабрикой тренировался. Это совершенно нонсенс. Лучший защитник Европы. Ну, потому что он сам сказал, он сдал интервью Масутскому постановлению, я не буду играть в команде Тихонова. Его подставили. Честно. Да, он уехал честно. А Магильный убежал. Да. Федоров убежал. То есть, вот все будет держаться на порядочности игроков. Но рано или поздно они все равно будут уезжать. И, конечно, там смешное предложение там услышал от Сергея Лиги Маевой, да, он там, он это озвучил. То есть, я не знаю, реально ли в Лиге это зреет. То, что типа… Нет, но Лига же потом выпустила там официально. Опровергла, да? Опровергла, да. А, я не видел. Она сказала, что это просто мнение Сергея. Да. А, вот так, да. Извини, а что он сказал? Он сказал, что если игрок уезжает с действующим контрактом, то в течение пяти лет мы его не берем назад в Лигу. А как раз пять лет тот срок, чтобы ты понял вообще, ты тянешь в НХЛ или нет. И этим мы накажем только себя. То есть, мы, получится, легитимизируем эти отъезды. Таким, мы согласны, уезжай, но через пять лет возвращайся. То, что нам не нужно это все. КХЛ так здорово развивалась, так в этой тяжелой международной обстановке так здорово держала баланс с НХЛ. Единственная организация, где не гнобят русских, где их уважают, где ценят. Кстати, да, да. Вот не гнобят же, играют. То, какой беспредел творит и ХАФЭ. Как, да? И как НХЛ очень порядочно относится к нашим ребятам. Не ворует их. Хотя, какой был там беспредел. Не надо это ломать. Сейчас, смотри, отдали двоих в аренду спокойно. Тоже, можно сказать. Ну, Фирстова и Морозова спорта. Ну, да. ЦСКА-то клуб тоже хороший. Хороший, сильный клуб, чемпион по праву. И команда достойна уважения. У меня сын болеет за ЦСКА. И они сделали неправильно, неправильно технически. С Федотом просто все наоборот. Нет, просто надо договориться с Филадельфией. Уже нельзя договориться. Выход я предлагаю простой. Иван, вот там у тебя ловится интернет на Мальдивах. Смотри, увольняй Джипа Берри, гони его в шею. Нанимай Дэна Мельштейна. Он все порешает. Он тебе напишет справку, что ты алкоголик. На следующий день, когда ты вернешься, и тебя Филадельфия расторгнет, мы тебя сразу все простим. Тебе сразу гусев отправим. Алкоголик – это нормально. И ты будешь играть, и все нормально. Все с тобой будет хорошо. Нет, слушай, не алкоголь. У меня же какая-то болезнь была, помнишь? Болезнь роста. Нет, от армии. Помнишь, что ты говорил? А, от армии. Что-то там с желудком-то было. Ну, все. Ну, разреши этот вопрос в Филадельфии, и все. Но если там что-то какое было, это же решается легко. Я так понял, что колосов у них уже есть. Ты там не особо и нужен. Да, там все твое место занято. Но ссориться не надо. Нам не надо все это ссориться. Так что давайте в комментариях обсудим, что вы думаете про ситуацию с Федотовым, и какое решение вы ждете, какие слова, какой вопрос вы бы задали Ивану Федотову на пресс-конференции с 17-го числа, который состоится неизвестно где, неизвестно во сколько, и может быть без журналистов вообще. 17-й даже еще в воскресенье. Пенедельник? Нет? Нет? Не знаю. Напишите комментарий в 17-й. В воскресенье. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok